Откроем, язычок вперед. Перед исследованием обязательно анестезия, а до этого пациент не ел около 6 часов. Процедура предстоит не из приятных, но именно она должна внести ясность в диагноз. Около 20 лет назад у Сергея был инфаркт. С тех пор постоянно обследуется. И вот последняя транстаракальная эхокардиограмма показала, возможен тромб. Но изображение нечеткое. Сейчас появилась возможность для куда более точной диагностики. Это ортальный клапан, витральный клапан. Рассмотреть сердце в деталях позволяет метод через пищеводные эхокардиографии. При этом исследовании, в отличие от классического, датчик не находится на груди. Он опускается через верхние отделы желудочно-кишечного тракта. Так ультразвуковому лучу не мешают мышцы, ребра и легкие. Можно увидеть сердце и как бы с обратной стороны. Например, рассмотреть левое предсердие, что и требовалось в случае Сергея. Подобные исследования в первой городской больнице начали делать в этом году. Это не рутильный метод. То есть, это все-таки должен специалист обладать высоким навыкам работы. Должно быть специальное оборудование экспертного класса, специальные датчики, которых нет на обычном оборудовании. Обработка датчиков, подготовка пациента – все намного сложнее. Поэтому применяют этот метод только в случаях, когда классического исследования недостаточно. На самом деле список показаний широк. Подготовка для операции, наличие протезов, перенесенный инсульт, мерцательная аритмия. Если, говорится, вот хотя бы был пароксизм несколько часов, есть опасность, что в ушке левого предсердия образуется тромб. Вот, при мерцательной аритмии. Этот тромб может из левого предсердия уйти и гулять по организму, попадая в легкие, в сосуды головного мозга, в сосуды ног. Все это будет вызвать так называемую тромбоэмболию. Обычно пришлось бы выписать антикоагулянты, и через три недели повторная госпитализация и необходимые процедуры. Исследования на новом УЗИ-аппарате позволяют исключить случай ошибочной постановки такого диагноза, а соответственно и всю эту длительную процедуру. Точная диагностика – неотъемлемая часть программы по сокращению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. С этой целью и были созданы современные центры, региональные и такие, как в Первой городской первичной сосудистой отделении, где от обследования до лечения даже меньше, чем один шаг. Здесь поражение артерии с критическим стенозом одной из веток левой коронарной артерии, в результате которой мы решили сразу поставить стенд. Диагностика перешла в оперативное лечение под названием ангиопластика. По данным Департамента здравоохранения, показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний за прошлый год снизился свыше, чем на 7%. В этом году планируется увеличение объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Так, число операций по стентированию будет увеличено больше, чем в два раза. Дарья Анфиногенова, Игорь Трифонов, Новости Вологды.